Сегодня в 12 ночи на территории Алматинской области вводится карантин. В связи с этим вышло постановление главного санитарного врача области. Об этом подробно мы поговорим в прямом эфире телеканала ЖТСУ. Хочу представить наших гостей. Айгуль Дисенхановна Хасенова, руководитель отдела эпидемиологического надзора за особо опасными инфекциями и туберкулезом Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматинской области. Также Самат Махабатович Ахметов, исполняющий обязанности руководителя отдела санитарно-эпидемиологического надзора за медицинскими организациями и внутрибольничными инфекциями Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматинской области. Здравствуйте. Хочу напомнить нашим телезрителям, студия работает в прямом эфире и у нас работает телефон 400109, код города 87282. Вы по нему можете позвонить и лично нашим гостям задать свой личный вопрос. Также на ваших экранах есть номер WhatsApp мессенджер, по которому вы тоже можете отправить свои вопросы, правда письменно, и мы здесь в студии это озвучим. Вот вышло постановление, до этого было одно постановление. Скажите, пожалуйста, в чем отличие на этот раз, что мы должны делать, что не делать, где запрет, где есть разрешение? Что касается отличия ограничительных мероприятий от как такового карантина, ограничительные мероприятия предусматривали собой более смягчающие обстоятельства, при которых граждане могли на ограничение, на те же, на деятельность некоторых объектов. В настоящем постановлении некоторые деятельности, некоторые виды услуг и некоторые объекты штабом, оперативным штабом по предотвращению распространения коронавирусной инфекции были предусмотрены и исключены из... И деятельность их была приостановлена. В настоящий момент на границах Алматинской области сейчас организованы блокпосты с полицейскими, с участием военнослужащих, медицинских работников с целью контроля лиц и транспорта, передвигающихся, в том числе въезда и выезда, где мы предусмотрели ряд требований. В настоящий момент сейчас это вводится уже блокпосты. То есть изначально были санитарные посты, сейчас уже блокпосты. С чем это связано? У народа обеспокоенность. Они думают, возможно, у нас в Талдыкургане зарегистрирован случай коронавируса. Наверное, поэтому вот начали вводить карантин. Скажите, пожалуйста, какая ситуация на сегодня? Да, на сегодня, если рассказать об эпидситуации, в Талдыкургане пока случаев коронавирусной инфекции не зарегистрировано. В целом по области на сегодня 22 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Это у нас в пяти районах. В Инбикш-Казахском, Карасайском, Талгарском, Шамбульском и Ильицком районах. Все они находятся в стационарах. Состояние здоровья у всех удовлетворительное. Вот на днях были уже выписаны четыре больных. Но, несмотря на это, были летальные исходы? Летальных исходов у нас в области нету. Это по республике. Да, на сегодня 14 летальных случаев. Пока в области все замечательно. Но почему тогда мы ввели карантин? И мы понимаем, что Санблок тоже как-то справлялся. Ну, раз на территории не было случаев зарегистрированных именно в городе, не было случаев коронавируса, но почему-то мы начали позже всех вводить в карантин. Я дополню, наверное. Вот в связи с эпидситуацией в целом по республике, учитывая, вот, случаи регистрируются почти во всех областях, в том числе и в граничащих областях с нашей территории. Это и Джамбульская область, и восточный Казахстан, особенно вот город Алматы, которые ранее считались карантинной зоной. Также немаловажно здесь и отметить ситуацию в области, потому что на сегодня, как я уже говорила, зарегистрированы 22 случая. Вчера, то есть, вернее, 12 апреля было зарегистрировано 10 случаев, связанных именно с одним источником. То есть, это у нас в Инбиш-Казахском районе фармацевт. То есть, связанное с нею, еще выявлено у нас 9 случаев. Это по работе коллега и по дому близкие родственники, члены семьи, в целом 9 человек. Хочу напомнить нашим телезрителям, мы работаем в прямом эфире, и на ваших экранах есть телефоны прямого эфира, и в WhatsApp-мессенджер вы можете позвонить и написать, и связаться с нашими гостями, и задать волнующие вас вопросы. Скажите, кто может въехать в Талдыкурган, вот после карантина, кто может выехать? Для каких категорий граждан разрешается? Что касается въезда, данное постановление главного санитарного человека действует по территории всей области. Ну, начнем с того, что на территории области могут вернуться жители Алматинской области, ранее выезжавшие в иностранные государства. Также, кроме этого, лица и транспорт для грузовых перевозок, необходимых для жизнеобеспечения региона. Что касается передвижения внутри населенных пунктов, из, в районы и города, что касается них, вот, кстати, насчет жителей Алматинского, въехать в настоящий момент именно в область, сейчас нужно необходимо до введения этих карантинных мер, это до 00 часов 15 апреля текущего года. Что касается запретов именно передвижения, в населенных пунктах и повторюсь, это касается всех лиц и транспорта, за исключением некоторой категории граждан. Это лица, направляющиеся в медицинские организации, и ближайшие магазины и аптеки продуктовые, лица и грузовой транспорт, перевозящие грузы, продовольствия, непродовольственные товары, также товары первой необходимости. Кроме этого, лица коммунальных, аварийных служб, газа, водоснабжения, теплоснабжения, мусора, уборки, связи, коммуникации, все, что, в общем, необходимо для жизнеобеспечения нашего региона. Также это лица, работающие в период карантина, перевозящие сотрудников, это что касается легкового транспорта, вот сейчас много вопросов задают. Вот легковым транспортом передвигается, если деятельность разрешена на территории, то и легковой транспорт не более трех человек, и автобусы с наполняемостью не более 40%. Это служебные автомобили? Служебные автомобили могут быть, могут быть также личный автотранспорт. Если при наличии у человека справки с места работы или служебного удостоверения, если это, в общем, либо справка, либо служебное удостоверение. Ну а если этого нету, вот этих удостоверений? Нет, если удостоверений служебные нету, то если... Человек просто так не может передвигаться на своем автомобиле? Справку с места работы необходимо взять, потому что у нас есть определенный список, перечень деятельностей и услуг, и объектов, которые разрешены на момент карантина работу. И если этот человек, то есть занят на работах, да, на этих, то, соответственно, справка с места работы для того, чтобы подтвердить, что действительно он занимается не по личным каким-то интересам, а действительно по работе. Мы можем перечень это перечислить? Да, конечно. Ну, чтобы зрителям было понятно, кто может передвигаться по городу и по области, кто не может. Да, ну, действительно, вот приостановить деятельность в настоящий момент. Ну, для начала хотел бы давать о том, что приостановить деятельности и, соответственно, выход данного постановления прежде всего несет профилактическую работу для того, чтобы предотвратить распространение, чтобы мы все понимали, что данные меры вводятся для того, чтобы ради жизни и здоровья населения Алматинской области. Вот приостановить деятельность сейчас вот крупных торговых объектов, торгово-развлекательных, ну, как это и было ранее, да, пятым постановлением. Также деятельность аэропортов гражданской авиации, железнодорожных вокзалов, автовокзалов, также вот продовольственных рынков, кроме мясных павильонов и непродовольственных рынков запретить, то есть их деятельность. Также это касается гостиниц, хостелов, кроме объектов, задействованных для размещения лиц, участвующих в ограничительных мероприятиях, и для лиц, которые помещены на карантин. Это касается обменных пунктов, кроме расположенных в банке. Также торговых объектов непродовольственных значений, в том числе там бытовой химии, которые необходимо сейчас вот, для них необходимо организовать сейчас тем объектам службы доставки, либо собственными силами, либо воспользоваться услугами специализированных организаций по доставке. Также это касается объектов общественного питания, как и было ранее, это вводились ограничительные мероприятия, за исключением онлайн-заказов и доставки. Ночных клубов, кальяных, всех развлекательных центров, ночных образовательных центров, арт-кружков, арт-клубов и так далее. Также это касается спортивных объектов всех видов деятельности, фитнес, йога, объектов сферы услуг, парикмахерские, бани, салоны красоты, спа, массажные центры, в общем, все, что касается сферы услуг. Работа, деятельность их приостановлена. Да, это вот я перечислил именно, которая деятельность приостановлена. Деятельность не подлежит временному приостановлению деятельности, это такие объекты, вот все медицинские организации, в том числе стоматологии, аптеки, всех форм собственности, то есть государственные, негосударственные, ветеринарные службы. Давайте мы продолжим, чуть позже ответим нашему телезрителю, на линии ожидает телезритель. Задавайте свой вопрос, мы вас слушаем. Я хотел бы вам задать вопрос. У нас карантин будет действовать до конца месяца в городе Торбокургане? И бюджетная организация будет работать или нет? Спасибо. Здравствуйте. Что касается сроков действия данного постановления, данное постановление вступает в силу, и в зависимости от характера распространения коронавирусной инфекции, только тогда мы можем четко дать раздневник, когда именно он остановится, пока срок его не оговорен. Не оговорен. Но карантин будет до конца месяца или тоже не оговорен? Еще неизвестно. Нет. Что касается, на второй вопрос, бюджетных организаций, да, кажется, деятельность бюджетных организаций. Будут ли это бюджетные организации? Да. Ну, бюджетные организации, это, смотря, вот какие вы имеете в виду, да, ну, вот в постановлении говорено, что именно что касается, если государственные, да, местные исполнительные органы, участвующиеся, участвующие, вот бюджетные организации, те, кто будет участвовать в ограничительных мероприятиях, они обязательно будут работать. Если не включен в данный перечень, то уже, как бы, деятельность пресса не может. Давайте задам, озвучу вопросы, вот, которые поступили сюда. Пишут телезрители, говорят, можно ли пойти в банк, оплатить свой кредит? Будет ли работать центральный базар? Так, что касается базаров, повторюсь, продовольственные базары, рынки. Вот многих волнует, между прочим, центральный рынок. Вот несколько вопросов поступило, будет ли работать центральный рынок. Вот центральный рынок, он не будет работать. Мы предусмотрели, что, в общем, приостановлена деятельность продовольственных рынков, в том числе и непродовольственных рынков. Кроме мясных павильонов, мясные павильоны будут работать в прежнем режиме. Мясные будут работать. Будут. Ну и мелкие магазины, как раньше, они будут работать в прежнем режиме. Да, продуктовые магазины будут работать с 8 утра до 8 вечера, сейчас ограничения ввели. И также, кроме аптек, аптеки будут работать в прежнем режиме. Те, кто работают круглосуточно, они будут круглосуточно работать. Те, кто, ну, в общем, в прежнем режиме. Видимо, телезритель подключился только что. Я озвучу его вопрос. Говорят, в Талдыкургане точно выявлен вирус? И именно в каком районе? Где услышал, правда, не знаю. Ответьте, пожалуйста. Повторюсь еще раз. Случаи коронавирусной инфекции у нас зарегистрированы в пяти районах. Это Инбишказахский, Карасайский, Жамбульский, Талгарский районы. В Талдыкургане пока ситуация стабильная, заболеваемости нет. Еще один вопрос. Постановление вступает в силу 00 часов 15 апреля этого года. А почему закрыта дорога в Коксусском районе? Не сможем выехать. Акимсельского округа справку не дает. Как платить кредиты? Закрытая дорога в населенных пунктах. Пишет. Не сможем выехать в поселок Балпахпи. Завтра будет просрочка. Акимсельского округа Жар-Люзе, Коксусского района справку не дает. Вот как нам быть, пишет телезритель. Что касается санитарных постов, ранее вводились. Эти ограничительные мероприятия ранее были введены. Мы до конца, конечно, не ознакомлены с нюансами. Все-таки из-за чего их не пропустили. И какую именно справку. Поэтому точный ответ подробный я не могу сказать на 100%. Почему? Они могут обратиться к нам в департамент контроля качества безопасности товара и суд, где мы можем проконсультировать. На какой номер телефона? На номер 60 11 70. 60 11 70. Позвоните и узнайте, в чем причина. Акимы сельских округов, они и должны дать справку? Что касается справок. Давайте об этом чуть позже. Есть телефонный звонок. Ответим. Задавайте свой вопрос. Мы вас слушаем. Можете отвечать. Можете на казахском. Что касается, я так понял, что касается переезда с Алгаваса сельского округа работников, если данные работники включены в список, которые не подлежат временному приостановлению деятельности, и в настоящий момент они внутри Алматинской области, в Алматинской, по территории, между районными городами, не ограничивается их перемещение. Не ограничивается. Как быть военнослужащим, которые проживают в городе Талдыкурган, но часть, в которой работают, находится в Каратайском районе? Следует ли им за свой счет снимать квартиры по месту работы или размещаться в казарме? Что касается ограничений перемещения, именно военнослужащие, государственные органы, медицинские организации, в том числе ветеринарные, дезинфекционные, противочумные службы, ограничений в перемещении нет. Что касается их размещения, такие организационные вопросы должны решаться, я думаю, руководством данной военской части все-таки. Хочу напомнить нашим телезрителям, если вы хотите позвонить и лично задать вопрос нашим гостям, тогда работает телефон 40-01-09, код города 8-72-82, но есть WhatsApp-мессенджер, куда вы можете просто написать. Вы, пожалуйста, на WhatsApp не звоните, мы не можем здесь озвучить ваши вопросы. Лучше напишите, мы прочитаем здесь. Есть телефонный звонок, мы вас слушаем. Алло, у меня есть вопрос к вам. Населенные пункты, ближайшие к Талдыкургану, тоже будут закрываться на карантин? Спасибо. Так, что касается карантина, он вводится на всей территории области, не будет отдельно вводиться на какие-то определенные населенные пункты, это касается всей области. Что касается закрытия, я, наверное, думаю, что, скорее всего, тут вопрос стоит о том, чтобы люди, которые направляются в Талдыкурган с какой-то целью, продуктовые, как и описано в постановлении, за продуктами питания в аптеке необходимо обращаться в близлежащие, в близлежащие, чтобы не допустить массового переезда, перехода, в скоплении людей. А что касается, если люди направляются по месту работы, если, повторюсь, если это работа или объекты отдельной виды деятельности, которые разрешены в настоящий момент в карантин, то при наличии справки с места работы или удостоверения служебного, они вправе и могут передвигаться. в Талдыкурган в том числе. Здесь есть вопрос, работать шиномонтажком во время карантина можно? Пишут. Да, что касается шиномонтажа, автосервисов, станций технического обслуживания, ранее в пятом постановлении данные объекты разрешалось в виде деятельности, в настоящий момент этот вид деятельности приостановлен занятие этим видом деятельности. Это в том числе с ТО, шиномонтаж, сейчас останавливается. В общем, запрещено сейчас. Они не будут работать. Нет, они не будут работать. Вот также пишут, как быть мусоровозом, вывозить мусор. Есть телефонный звонок, давайте ответим телезрителю, потом продолжим. Говорите, мы вас слушаем. Здравствуйте. 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 Я хотела задать вопрос. Вот тут у меня дети в Алмате и не могут выехать в город Сарканд. По прописке не могут они выехать? Они прописаны в Сарканде. Не кушать нет у них, ни деньги не могут получить они, 42 тысячи. И сидят, как нет у них, а махтажок очень сидят. Спасибо большое. Ну, что касается выезда из карантинной зоны города Алматы, мы некомпетентны говорить именно о выезде. Если человек, например, прописан в Саркаде, он может с Алматы выехать и поехать к себе на родину? Нет, скорее всего, город Алматы считается карантинной зоной, и выезд из данного города все-таки запрещен. Запрещено выезда, скорее всего, не будет. Потому что, да, всем известно, что там высокая регистрация случаев, в связи с этим, скорее всего, запрещены. Как будут работать общественный транспорт, как будет работать, например, в Талдыкургане? Что касается общественного транспорта, общественный транспорт внутри населенных пунктов разрешен, но с наполняемостью не более 40%. Запрещается нахождение в транспортном средстве без защитных масок. Также будет проводиться после каждого рейса обработка с применением моющих и дезинфицирующих стрессов. Но общественный транспорт, в общем, будет работать в прежнем режиме. Единственное, что необходимо, наполняемость 40%, чтобы скучно скопление. Больше людей, всех требований. Работаю охранником, езжу на автобусе вечером и утром, возвращаюсь домой. Нужна ли справка? Пишут, справки указать адрес работы и адрес дома обязательно? Так, охранником, повторюсь, если разрешена, на том объекте, на котором он работает, деятельность этого объекта продолжается, и он охранником работает. Справка с места работы в любом случае нужна, потому что сотрудниками полиции все равно могут остановить. То есть каждый человек должен иметь возможность доказать, что действительно я направляюсь, я работаю здесь, что не просто я передвигаюсь где-то беспричинно. Соответственно, справка с места работы лучше взять. И вообще, это предусмотрено в том, что мы же в постановлении это указано, соответственно, руководством всех организаций, всех видов собственности должно уже позаботиться о том, чтобы их сотрудники получили эти справки. Уже как бы не сам он должен, а руководство именно организации. Ну, вот пишут, правда ли, что вчера прилетел самолет с Арабских Емиратов, Талдыкургана и всех, кто прилетел, положили на карантин. Есть ли инфекционная больница и сколько мест имеется в больнице? Какие санитарно-эпидемиологические мероприятия организовываются и проводятся в самом городе Талдыкурган? Ну, чуть-чуть запоздало, эти гости уже уехали. Да, мы сегодня уже их отправили. Все они по приезду были лабораторно обследованы, изолированы в карантинные стационары в двух городах. Это Текелий и Талдыкурган. У всех результаты отрицательные и с выпиской, то есть с отрицательным результатом они были отправлены все домой. Среди них больных? Больных нету. Можно успокоить. И по месту проживания уже будут в дальнейшем проводить за ними меднаблюдение, то есть они будут все на домашнем карантине в течение 12 дней. Что касается противоэпидемических мероприятий, у нас в области проводится комплекс всех профилактических противоэпидемических мероприятий. Это вынесение постановлений нашего главного госсанврача области, то есть обведение ограничительных мер во всех метаорганизациях с усилением санитарно-дезинфекционного режима. Введены карантины в нескольких метаорганизациях в связи с регистрацией случаев коронавирусной инфекции. Ну, очень много проводится, конечно, мероприятий, если перетислять, почти. Вот департамент работает где-то с января месяца, вся ситуация на контроле, все мероприятия продолжаются. Ваши пожелания нашим телезрителям вкратце, время подходит к концу. Уважаемые жители Алматинской области, я хотел бы пожелать вам крепкого здоровья. Я хотел бы, чтобы в дальнейшем мы сохраняли спокойствие, трепетно относились друг к другу, с уважением, поддерживали друг друга всегда. И здоровья нам всем. Главное, уважаемые жители области, главное это сейчас соблюдать все условия и требования постановления, и соблюдать условия вседомашнего карантина, то есть оставаться дома, не выходить и будьте все здоровы. Спасибо вам большое, дорогие телезрители, берегите себя и своих близких, оставайтесь дома. Встретимся завтра в 16.00 в студии телеканала ЖТСУ. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»